МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В Гомельской области отметили Международный день защиты детей. О самых интересных моментах праздника расскажем в нашем обзоре. 7 дней остается до начала централизованного тестирования. Узнаем, как готовятся к испытаниям школьники области. Наступило лето, а с ним и отпускной сезон. Какой отдых выбрать и куда отправиться, расскажет Анна Корольчук. О главных культурных событиях недели в материале Вероники Ворошилиной. В ближайшие 30 минут неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. Основные события уходящей недели связаны с детскими праздниками. Сначала прозвучали последние звонки, которые символизировали начало летних каникул. А потом в регионе отметили Международный день защиты детей, который был учрежден в Париже в середине прошлого века. 1 июня для ребят устраивают благотворительные концерты, конкурсы и соревнования. И, конечно же, дарят подарки. Обо всем подробнее в нашем кратком обзоре. В уходящей неделе подведены предварительные итоги учебного года в Гомельской области. Среди отмеченных положительных моментов увеличение количества медалистов и общее повышение уровня знаний школьников. Если в прошлом году золотые и серебряные медали получили 285 выпускников, то в этом их количество может увеличиться почти на 100 человек. Сейчас основное внимание проведению экзаменов и набору первых классов. От родителей требуется лишь заявление, медицинская справка на первоклассника и свидетельство о его рождении. Что касается начала занятия с 9 часов утра, то такое нововведение с нового учебного года может быть введено в более чем 80% школ региона. На Гомельщине отметили Международный день защиты детей. Одна из наиболее массовых акций прошла на территории мемориала детям-жертвам войны в Жлобинском районе. Общее количество детей, которые стали жертвами Второй мировой войны, оценивается почти в 13 миллионов. В этом списке есть и белорусы. На территории нашей страны оккупанты создали 16 концлагерей, где находились несовершеннолетние. Точно известно, что узниками концлагеря в Красном береге были 1990 человек. Сегодня этот мемориал единственный в мире, который посвящен детям-жертвам войны. В ветке после реконструкции состоялось торжественное открытие Ясли-сада номер один. На его обновление из областного бюджета было выделено почти полтора миллиона рублей. Двухэтажное здание площадью более 960 квадратных метров разработано по проекту, который отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Детей ждут полностью укомплектованные музыкальные, физкультурные залы, уютные спальни и игровые комнаты. Также оборудованы кабинеты психолога и учителя-логопеда. Есть система видеонаблюдения. А в Гомеле ко дню защиты детей приурочили открытие нового педиатрического отделения филиала номер два Центральной городской детской клинической поликлиники. В отделении созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и их родителей. Все ремонтные работы сотрудники медучреждения провели хозяйственным способом. На эти цели из городского бюджета было выделено 4,5 тысячи белорусских рублей. Еще около 30 тысяч потрачено на приобретение новой мебели и оборудования. Чтобы стать успешным в своем деле специалистом, необходимо обладать прочным багажом знаний и не бояться совершенствоваться. Для этого сперва нужно с достоинством преодолеть вступительные испытания на пути к выбранной профессии. Именно поэтому такие долгожданные летние каникулы далеко не для всех время беззаботного отдыха. У выпускников на этой неделе началась самая горячая пора. Сейчас они сдают выпускные экзамены, а затем их ждет централизованное тестирование. На протяжении года будущие абитуриенты ответственно наготовились к поступлению и сейчас настало время продемонстрировать все свои знания о том, как учащиеся Гомельской области настраиваются на предстоящие вступительные испытания. Репортаж наших корреспондентов. В Гомельском государственном областном лицее, как и полагается, на выпускных экзаменах царит атмосфера тишины и сосредоточенности. Ежегодно сюда поступают дети с разным уровнем подготовки, но все как один мотивированное на поступление в высшее учебное заведение. Именно поэтому для них так важно ничего не упустить как в образовательном процессе, так и на экзаменационных испытаниях. В свою очередь, главная задача педагогического коллектива – качественная подготовка своих учащихся к централизованному тестированию. Неподготовленным идти чрезвычайно сложно и надеяться исключительно на удачу на централизованном тестировании. Идти без какой-то базы, особенно если ты сам не готов и не уверен в себе, это гибло манер. За два года учебы подростки активно вовлечены не только в основной образовательный процесс. В областном лице они посещают вечерние подготовительные курсы, факультативные и индивидуальные занятия. Такая сложная система дает свои плоды. Об этом свидетельствует не только высокий процент поступления в вузы Беларуси и стран ближнего зарубежья, но и количество стобальных результатов на централизованном тестировании. Один из наиболее показательных примеров прошлого года выпускница Анастасия Полищук, которая продемонстрировала исключительное знание сразу по двум учебным предметам. В целом, по итогам централизованного тестирования 2016 года абитуриенты Гомельской области получили 44 стобальных сертификата, благодаря чему в этом показателе наш регион занял второе место в республике, уступив лишь городу Минску. Такой блестящий результат, как правило, достигается только в образовательном тандеме учитель-ученик. Тандем очень важен. При всем таланте учителя этого недостаточно. Нужно, чтобы ученик находился как бы на одной волне с педагогом, чтобы они оба были заинтересованы в результате. В этом плане мотивация детей очень важна. Несмотря на то, что вступительные испытания еще впереди некоторым учащимся Гомельского государственного областного лицея уже можно не волноваться. Одиннадцатиклассники Диана Павленок и Иван Моисеенко, к примеру, имеют определенное преимущество перед своими сверстниками, так как являются победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. К слову, всего в Гомельской области насчитывается 32 таких одиннадцатиклассника, которые уже сейчас могут считать себя студентами учреждений высшего образования в соответствии с профилем полученного диплома. Взял диплом третьей степени на заключительный этап Республиканской Олимпиады, что дает мне право поступления без вступительных испытаний в любой вуз, там, где есть химия, но также и это 100 баллов по химии. Централизованное тестирование я все равно пойду сдавать. Благодарность учителям. У меня диплом третьей степени по немецкому языку, который дает мне также право поступления на факультеты в вузе, где я профилирующая специальность, это иностранные языки. Есть некая уверенность в том, что у меня всегда есть альтернативный вариант. Хорошо, когда есть из чего сделать выбор. Централизованное тестирование в Беларуси будет проходить с 12 июня по 2 июля. Новшество этого года – возможность продемонстрировать свои знания сразу по четырем учебным предметам. Что касается новых льгот, выпускники педагогических профильных классов и групп имеют возможность поступить на педагогические специальности, перечень которых определен Министерством образования Республики Беларусь при соблюдении условий, которые вы сейчас видите на своих экранах. Кроме того, постановлением Министерства образования утвержден перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые медалисты, а также победители Олимпиады освобождаются от сдачи вступительных испытаний по централизованному тестированию. Всего в этом списке 29 специальностей. Всем тем, кому централизованное тестирование все же предстоит сдавать, необходимо помнить, важен не только весомый багаж знаний, но и умение преодолевать свое волнение. С этой целью на факультете психологии и педагогики Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины действует специальная лаборатория. Здесь запустили пилотный проект по психологической подготовке абитуриентов к централизованному тестированию. Инновационное зарубежное оборудование позволяет школьникам развивать стрессоустойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы достигать максимально высоких показателей на вступительных испытаниях. Очень большой какой плюс, что как раз здесь совмещается то, что им сейчас нравится, это современные различные гаджеты компьютерные, которые мы используем, и плюс игры, которые моделируют ситуации различные, и получается, совмещая таким образом приятность с полезным, они учатся, приобретают навыки стрессоустойчивости. В целом, летние каникулы – это горячая пора не только для будущих абитуриентов, но и для всей системы образования Гомельской области. Ведь помимо выпускных экзаменов и централизованного тестирования в регионе начинаются вступительные испытания в гимназии и лицеи. Также сейчас осуществляется прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Мы сегодня работаем по созданию условий для каждого ребенка полезной занятости в летний период, безопасных условиях пребывания. Решаем очень многие вопросы, об этом свидетельствует горячий телефон, в управлении, в отделах образования, в учреждениях образования, по определению детей в первые классы, по определению детей в учреждения дошкольного образования и ряд других вопросов. Вероника Ворошилина, Алексей Немкевич, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» специально для программы «Новости недели». В «Гомель» впервые приехала китайская делегация из города Ляо Чень. Гости заинтересовались развитием совместного производства сельскохозяйственной техники. Возможно, также сотрудничество в сфере медицины и образования. Об этом и другом в обзоре моих коллег. «Гомель» Встреча с представителями власти прошла в горосполкоме. Внешний торговый оборот «Гомеля» – 2,5 миллиарда долларов в год. С КНР всего 50 миллионов, причем только 4 из них – экспорт наших товаров. В частности, сельхозтехники и кондитерских изделий. Импорт составляет 46 миллионов. Между тем, с Ляо Ченом пока никаких контактов в «Гомеле» нет. Поэтому во время встречи были определены направления, по которым можно в скором времени наладить плодотворное сотрудничество. Например, у гостей есть интерес закупать нашу сельхозтехнику, либо наладить ее совместное производство. Приоритетными также являются сферы медицины и образования. Присягу на верность приняли молодые сотрудники гомельской таможни. Торжественная церемония проходила в областном музее военной славы. В залах учреждения клятву на верность стране и таможенной службе принесли 11 молодых специалистов, начинающих карьеру. Это не только выпускники специальности таможенное дело, но также экономических и технических специальностей. Все они прошли интенсивный курс подготовки и сразу после присяги приступят к работе в подразделениях таможенных органов. Международный молодежный форум волонтеров прошел в Гомеле. Его участниками стали 120 лидеров волонтерских отрядов Беларуси, России, Польши, а также информационного пункта Совета Европы в Минске. В программе мероприятия – презентация достижений волонтерского движения, тренинги на тему мотивации и технологии работы с волонтерами, мастер-классы по проектному менеджменту и развитию командного духа. Во всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному олимпийскому дню. В Гомеле все началось у вечного огня на площади труда. Был зажжен олимпийский факел, который факелоносцы через весь центр города пронесли до Ледового дворца. Здесь же развернулись основные торжества. На праздник собрались спортсмены и тренеры, руководители спортивной отрасли региона, ветераны спорта, воспитанники специализированных учебных заведений. После официальной части на площадках возле Ледового и Дворца водных видов спорта заработали тематические спортивные секции, которые представили широту и разнообразие воспитания подрастающего поколения спортсменов в нашем регионе. И это одна из главных целей проведения мероприятий по случаю Международного олимпийского дня. Каждый из нас хоть раз в год мечтает сменить привычные городские пейзажи на морские курорты, интересные экскурсии или оздоровление в санатории. А с наступлением лета и отпускной поры это желание только усиливается. Какой отдых выбрать и куда отправиться? Попробуем разобраться вместе. О планах на лето и популярных маршрутах узнавала Анна Корольчук. Никуда не поеду, собираюсь на отработку, так как учеба заканчивается. Дети планируют в санатории, в белорусские школы. В августе еще поедут в Болгарию, собираются. Близкое зарубежье Гомельской области. Куда-нибудь за границу поедем, или в Турцию, или в Египет. В деревню, на малую родину и так далее. Но какие-то большие поездки, то есть за рубеж, куда-то за границу, естественно, не планируется. Студенту, в принципе, это сложно, и поэтому нет. Только по нашей любимой и большой и просторной Белоруссии. Летом планирую отдыхать на Украинного Коблева. И я не исключение. Этим летом тоже поеду отдыхать на море. Остается только выбрать подходящий вариант. И по душе, и по карману. В турагентствах сейчас горячий сезон. Предложения есть на любой вкус. От бюджетных путевок до отдыха вип-класса. Среди экзотических вариантов сегодня предлагают Сейшельские острова, Вьетнам, Индонезию и Марокко. Более близкие к нам страны – Португалия, Албания, Хорватия и Грузия. Также в этом сезоне есть выгодные предложения горящих туров, как, например, отдых в Турции или Испании. Всего за 750 евро на двоих при условии открытой визы. Что касается отдыха с детьми, пожалуй, самым выгодным вариантом по цене и качеству является Болгария. Отдых в этой стране в зависимости от условий питания и проживания вместе с вылетом из Гомеля на 10 ночей в среднем будет стоить от 300 до 500 евро на человека. Черногория обойдется чуть дороже – от 400 евро без питания. Самым бюджетным морским направлением для туристов остается Черноморское побережье Украины, Одесса, Затока, Коблева и Железный порт. База очень интересная, варьируются тоже различные условия от с питанием, без питания, отели с бассейном. То есть наши украинские партнеры предлагают даже такие варианты, что построили бассейны и почти в Турции находимся. Востребованными среди жителей нашего региона являются туры с вылетом из Гомеля. Тем более, что в этом году полетная программа аэропорта расширилась. Летом чартерные рейсы по заявкам туроператоров будут выполняться авиакомпанией «Белавиа». Три рейса в месяц отправляются до Анталии в Турции, шесть рейсов – до Бургаса в Болгарии. И дважды в месяц полеты совершаются в Тиват в Черногории. Также продолжаются регулярные рейсы из Гомеля в Калининград. Увеличение пассажиропотока касается и других видов транспорта. С учетом отпускной кампании, которая уже, в принципе, началась, будут организованы дополнительные автобусные и железнодорожные маршруты по направлению Российской Федерации, Украины, Литвы и Латвии с целью посещения санаториев, пансионатов, баз отдыха. В летний период через станцию Гомель будут следовать поезда до Одессы, Бердянска, Адлера, Анапы и Минеральных вод. Также через Гомель по нечетным числам курсирует поезд Баранович и Херсон. Кроме того, белорусской железной дорогой назначен поезд до Варны с отправлением из Минска. Поезд следует через Барановичи, Лунинец и Львов. В преддверии отпускного сезона расширили свой автопарк и количество рейсов и на предприятии Гомель ОблАвтотранс. В прошлом году мы перевезли больше 2,5 тысяч пассажиров. Это касается именно по туристическим направлениям, нерегулярным сообщениям. Хотелось бы отметить, что у нас работают регулярные автобусные сообщения в направлении Украины. Работаем в регулярном сообщении в направлении Прибалтики. Естественно, крупное наше направление в Российской Федерации, оно тоже может быть туристическое. Это Москва в основе в своей массе из крупных больших отправлений, ну и Петербург. В дополнение к регулярным маршрутам с июня месяца филиалами Гомель ОблАвтотранс организованы поездки в направлении Украины не только из областного центра, но и из других районов. Бронирование и покупка билетов осуществляется на автовокзалах Гомельской области. Поездки проходят на комфортабельных автобусах и микроавтобусах, а детям предоставляются скидки. Узнать более подробную информацию об услугах и стоимости проезда можно по телефонам справки, либо на сайте gomelavto.by. В последнее время в Беларуси активно развивается и производственный туризм. Это экскурсии на ведущие предприятия страны и дегустация продукции. По-прежнему востребованными являются и белорусские санатории. В Гомельской области, например, это санаторий «Чонки» и «Машиностроитель», а также санаторий «Приднепровский» в Рогачевском районе. Цены колеблются от 8 до 15 долларов в сутки в зависимости от категории питания и лечения. Если же у вас на отдых всего пару дней, то отличным вариантом становятся агро-экоусадьбы. Здесь вам предложат сходить на рыбалку и охоту, попариться в бане и даже сплавиться по реке на байдарках. Все включено с питанием, с различными анимационными программами и бюджетный отдых тоже они предлагают. И стоимость где-то проживания, скажем так, в усадьбах варьируется от 25 рублей на человека в сутки. Отправиться этим летом отдыхать на зарубежный курорт или остаться в родных белорусских местах – каждый решает сам. Главное, не забудьте взять с собой хорошее настроение. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Анна Корольчук, Валерий Гопанько. Прошел концерт известного композитора, мультиинструменталиста Александра Софикса. Этот виртуозный барабанщик, талантливый саунд-дизайнер и продюсер широко известен на российско-белорусской сцене как один из основателей жанра электроакустической музыки в странах СНГ. В ближайшие несколько минут об этом и не только. Более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На этой неделе отмечался День защиты детей. Об этом многие культурные события региона были приурочены именно к этому празднику. В Гомеле наиболее ярким и масштабным мероприятием стал благотворительный марафон «Все краски жизни для себя». Очередной концерт, направленный на помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении, был организован в областном общественно-культурном центре. На этот раз волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи осуществляли сбор средств в поддержку трехлетнего гомельчанина Славы Жаковского. Полгода назад врачи диагностировали у мальчика тяжелое онкологическое заболевание. Ребенку жизненно необходимо дорогостоящее лечение за пределами нашей страны, которое в одиночку родителям оплатить не по силам. На благотворительный концерт пришли неравнодушные люди, чтобы поддержать любознательного малыша и его родителей, как материально, так и добрым словом и искренним пожеланием на специальном плакате. На призыв помочь семье Жаковских в их непростой жизненной ситуации откликнулись такие белорусские артисты, как ансамбль «Песняры», цирк имени Абеля, студия театра и танца «Ливень», певец Виталий Сычев и многие другие. Основная цель благотворительного марафона «Все краски жизни» для себя – объединить как можно больше людей вокруг беды одного маленького человека. Все средства от проведения концерта будут перечислены на благотворительный счет маленького Славы Жаковского. К слову, пополнить его может любой желающий в любое время. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Яркая концертная программа к Международному дню защиты детей развернулась и в Гомельском парке. Юные звездочки областного центра дарили гостям свои музыкальные номера и заряжали хорошим настроением. А в Гомельской детской музыкальной школе искусств номер один имени Чайковского ко дню защиты детей был приурочен концерт известного композитора-мультиинструменталиста Александра Софикса. Этот виртуозный барабанщик, талантливый саунд-дизайнер и продюсер широко известен на российской белорусской сцене как один из основателей жанра электроакустической музыки в странах СНГ. Выступление Александра Софикса в Гомеле проходило в форме мастер-класса и сопровождалось живым диалогом со зрителями. А в Музее истории города Гомеле юных посетителей пригласили принять участие в занимательной квест-игре. Это образовательный проект, организованный совместно с Гомельской областной организацией общественного объединения «Белая Русь». Научные сотрудники музея разработали экскурсионный маршрут, пройти который можно только в игровой форме. Квест-игра рассчитана на детей 10-12 лет. Выполняя задания, они пополняют свои знания об истории областного центра. В картинной галерее Гавриила Ващенко к Международному дню защиты детей состоялось открытие выставки участников объединения по интересам архитектуры «Дизайн лепка» Центра творчества детей и молодежи советского района города Гомеля. В экспозиции представлены преимущественно миниатюрные формы из глины. Это различные сказочные домики и дворцы, модели военной техники, декоративные панно, скульптурки животных и людей и множество других интересных рукотворных объектов. А во дворце Румянцевых и Паскевичей тем временем открылась выставка старинной звукозаписывающей техники, фонографов, граммофонов, пятифонов конца 19-го, начала 20-го веков. В экспозиции «Говорящие машины» из частной коллекции Игоря Борисевича можно увидеть около 70 экспонатов. К слову, все они в исправном состоянии. Посетители могут также услышать звучание этих уникальных творений технической мысли, которые владелец на протяжении 10 лет собирал, чинил и реставрировал. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа» выступил с концертом в городе над Сожем. Каждое выступление этих талантливых артистов – зрелище яркое и неповторимое. Репертуар ансамбля в основном состоит из белорусских народных песен различных жанров. Заслуженный коллектив «Беседа» знакомит слушателей с лучшими образцами и малоизвестными жемчужинами музыкального наследия нашей страны, придавая им оригинальность и неповторимый характер звучания. Главная идея – поддержка духовного национального наследия и сохранение белорусских культурных традиций. Выступление «Беседа» всегда проходит при полных зрительных залах. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. В Гомельском дворце культуры железнодорожников состоится большой концерт «Мировые саундтреки-2». В исполнении симфонического оркестра города Гомеля будут звучать популярные композиции с более чем 20 кинофильмов, ставших мировой классикой. А в деревне Новинки Калинковического района пройдет древний обряд «Перенос свечи». Ежегодно он проводится на второй день христианского праздника «Троицы» и объединяет людей разных поколений. Они искренне верят в чудодейственную силу обряда и в то, что огонь свечи обязательно принесет благополучие и удачу в их семье. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона ознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». 19 лет назад, 31 мая, состоялась канонизация одного из самых почитаемых святых Гомельщины Иоанна Кармянского. В этом году Православная Церковь отмечает 180 лет со дня его рождения и столетия со дня смерти. Торжества по этому поводу прошли на этой неделе в агрогородке Карма Добрышского района. Божественная литургия состоялась прямо под открытым небом у святой Иоанна Кармянского монастыря. Ее лично возглавил высокопредсвященнейший Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарш и экзарг всея Беларуси. Сюда также прибыли делегации священства из России, Украины, Польши, а также паломники со всей Беларуси и других стран. К слову, святого молитвенника Иоанна Кармянского Гомельская епархия получила благодаря усилиям епископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Он начал собирать сведения о праведном Иоанне еще в 1990 году, когда являлся настоятелем прихода в корме. И уже через год удалось найти некогда утраченные мощи Иоанна Кармянского. Чтобы поклониться им и почтить память святого в день его канонизации, в корму приехали несколько тысяч человек. И в продолжение темы. Сегодня православные верующие отмечают один из величайших христианских праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницы. Как говорит Евангелие, на 50-й день после Пасхи апостолы собрались в Иерусалиме, где в виде огненных языков на них сошел Святой Дух. После этого чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и начали проповедовать православную веру по всему миру. Именно поэтому Троица также считается днем рождения христианской церкви. По случаю Дня Святой Троицы во всех храмах Гомеля прошли социально значимые и просветительские мероприятия – благотворительные акции, выставки и раздачи информационных буклетов об истории и канонах православной церкви. Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать о главном. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова